Девушки отдыхают С этой военной кампании хорошего у нас не выйдет, потому что кадры решают все. Окружение, укомплектованное на 50% трусливыми жополизами, из которых половина просто дебилы, а на вторую половину людьми, которые предадут его в любой момент, готовы предать. С таким окружением выиграть войну невозможно. Даже Сталин не смог бы выиграть войну с таким окружением. Ну, скорее всего, он бы расстрелял три четверти, естественно, сразу. С этим окружением победить нельзя. Никак нельзя. Это окружение будет проваливать все, что ему поручено. И мы сейчас уже видим, что, с одной стороны, разведка ФСБ провалилась в хлам. Это факт, к сожалению. А за месяц с военной операцией специальной мы убедились в том, что, ну, допустим, что и так подозревалось очень многими, что наше Министерство обороны превосходно умело организовывать парады, а воевать войска не умеют. Столкнувшись с не самой сильной армией, но обстрелянной с украинской армией, российские военные не сумели выполнить, ну, не сумели достичь ни одной стратегической победы. Российские войска не сумели создать ни одного котла, кроме тех крепостей, которые украинские военные специально им оставили, чтобы задержать их продвижение. Это имеется в виду Болноваха и сейчас Мариуполь, который до сих пор не взят. В дипломатии у нас провалилась еще при Лаврове. И конкретнейший пример убогости нашего дипломатического, как говорится, фронта – это месье Мединский. Вот. Разведка провалилась, теперь проваливаются вооруженные силы. Если не будет кадровых, подчеркиваю, в первую очередь кадровых перемен, то у меня очень был мрачный взгляд на то, как будет протекать и чем может закончиться эта война. Не говоря уже о том, что и на государственном уровне, на уровне Верховного Главнокомандующего, я наблюдаю провал. Я полагаю, что если эта операция затянется, если украинские войска не будут разгромлены в течение месяца-полутора, то установка на фронте может измениться кардинально. И уже противник будет пытаться захватить инициативу, и не исключено, что он ее и перехватит. Оптимистов у нас хватает. Включайте телевизор и смотрите. Ну и что? Замерзла Украина. Дружным хором. В 2014 году, осенью, зимой 2015 года, еще даже весной 2015 года, Украина замерзнет. Украина развалится. Произойдет новый Майдан, который снесет власть. И где? Не замерзла, не развалилась. Достаточно много умных, грамотных, владеющих обстановкой на Украине людей, даже не обладающих какими-то там специальными навыками, говорили о том, что украинская армия далеко не та, которая она была в 2014 году и даже в 2015. Что это стала достаточно серьезная военная сила, с которой надо было серьезно воевать. Результат? Шапками закидать не получилось. Расчеты на то, что Украина рухнет в течение двух недель максимум, не оправдались, что все побегут, сдадутся и будут переходить на нашу сторону. Где они, все эти расчеты? Вот сейчас идут тяжелые бои на Донбассе. По-настоящему тяжелые, с большими потерями. С большими потерями как среди российских войск, так и среди вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. А эти потери, они как бы не оправдываются успехами. Да, успехи есть. Вот тут на днях вчера фактически противник оставил южную часть рубежного. Подчеркиваю, оставил сам. Выбить его из южной части города наши войска не смогли. Да, противник поступает достаточно грамотно, маневрирует силами, выводит войска из наметившегося мешка и перебрасывает их на угрожаемое направление. Под Попасную прорыв в районе, который может ему угрожать локальным поражением части его группировки Лисичанско-Северодонецкой. И в районе южнее Изюма, где прорыв фронта может привести у них к более серьезным последствиям, к пересечению одной коммуникации между Донецкой группировкой и Днепром. Да, вот криминую они оставили вообще без боя. Опять же, в рамках отвода сил. Грамотно воюют. Во всех отношениях грамотно. И эти успехи, они чисто тактические. Стратегического успеха, а стратегический успех это именно разгром вражеской группировки, пока нет и обозримо его не видно. Николаев освободят Одессу, пробьют коридор до Приднестровья, война не кончится. Для того, чтобы закончить эту войну, нам необходимо будет освобождать Киев. Или принуждать его к капитуляции. Другим способом. В противном случае нас ждет многомесячная, а может быть и многолетняя тяжелая позиционная война. Чем дольше продолжается война, с каждым месяцем, тем больше шансов, что в эту войну вступят прямо или косвенно, своими вооруженными силами, по крайней мере отдельные страны, члены НАТО. А сейчас я полагаю, с вероятностью где-то 7 к 1, что в течение, по крайней мере, мая месяца, разгромить Донецкую группировку противника полностью не получится. Если вообще удастся разгромить. Продолжение следует...